здравствуйте уважаемые любители настольного тенниса сегодня у нас на обзоре сегодня у нас на обзоре 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 киллер софт потерял я речь немножко пытаясь убить сергея если вы не поняли эту миниатюру то мягкий киллер мягкий нежный уже был киллер профессионал такой жесткий киллер его с эволюционировал и вот киллер сок почему серии как ты думаешь выпускается уже четвертое весе четвертое поколение но это довольно замечательные накладки этих коротких шипов как ты думаешь видимо не всякому подходит профессионал и его не каждому со мной есть категория на людей которым нужно именно это а вот и знаешь на самом деле очень многим подходит киллер и профессионалы и обычный киллер и участок софта очень интересная накладка почему потому что ты знаешь эти шипы находятся между добром и злом назовем это так то есть есть такие довольно сложные в управлении противные шипы где нужна определенная техника это злом ну да ты сам называешь это злом а есть такие классические короткие шипы которые мало чем отличаются от гладких накладок конечно отличаются может шипы но они можно и метапсить вращать перекручивать бить многие называют это добро шипы это почти как гладко а здесь вот между ними и вот поэтому это бестселлер то есть ты как бы управляешь и тебя есть и противность и хороший контроль и поэтому даже в нашей стране вот на европу собирается членка детской сборной женской шередега софи она играет справа киллером про его вот так что рекомендую ее видео и технику справа ну будет представлять страну на чемпионате европы себе накладка накладки вместе со спортсменкой и ну яковлев глеб до измаил одесса играет массу комических турниров был на топе по юниорам и там немного пошалил играет слева тоже разновидность у киллера тоже рекомендую если хотите посмотреть технику слева очень любопытный игрок поэтому видишь очень популярна эта накладка вот она притягивает притягивает и не только из-за названия и поэтому в сегодняшнем обзоре мы разберем эту новинку хотя она вышла может быть уже несколько десятков до киллер софт мягкая губка цвет у нее довольно любопытный серий как ты его оценишь такой киви йогурт до такой салатнивой нежные на ощупь тоже мягенькая но в то же время этикетка зловещая с такой вот кровью видите как будто бы новый роман стивена кинга ну может в двух цветах будем тестировать черный у нас толщине 1 и 5 а красное в толщине максимально порядка 2 и 2 и будет интересно сравнить эти шипы интересно как они будут звучать как ими подрезать короткая игра и в чем все таки как доктор ну изобрел эту новую губку а во всем этом вы сейчас увидите переходим подрезки ну почувствовал я облегчение если честно то последнее время мы снимали какие-то совсем не тянущие шипы действительно эти шипы придают вращение и тут что интересно иногда вращение сильное или среднее или ну то есть вот ну а сложная жизнь подрезаешь вот настолько она порой особенно на толщине максимальной быстро отскакивает что сопернику начать атаку не просто особенно когда на край стола какой же таки вращение пропилил нет вроде нет раз мяч в сетке и вот все таки ну мы относим это коротким шипом вот эти шипы они ну как и короткие очень хороши в короткой игре очень удобно укорачивать в любой толщине при подрезках получается гораздо быстрее ну понятно губка толще быстрее отлетает мяч но контроль очень хороший семьи я напомню что тестируем и на основании high technology плюс мое любимое основание просто я на нем много играю хорошо чувствую поэтому такой выбор но безусловно эти шипы можно ставить на самые разные основания сейчас мы перейдем на накат и посмотрим какая разница именно в накатах в чем разница в толщинах и ну киллер когда когда будет собственно говоря убивать мяч и не в подрезки смотрим вы знаете такое ощущение что стремится мне от черной накладкой мяч стремится в сетку а потом как только я привыкну вы перехватывали на красную меня мяч отел за 100 действительно черная накладка это толщина 1 и 5 тут мяч получается чуть чуть дольше или меньше сидит на на ну тут сложно определить но приходится из кружения обрабатывать мячем немножечко смотреть а красная скорость игра и на столе по полу летящему сразу вперед правда тебе удобно вот и действительно вот такая противность именно в плоской игре достигается в толщине 1 и 5 мяч ныряет скользит вот отмечу что слева вся ударная техника вот эта кистевая вперед там аля ними это там и другие работает и на красной на черной и в толщине максимальный 1 и 5 то есть очень она подходит и сейчас сергей мы посмотрим проверим на блоках разница между блоками 1 и 5 и максимальной ну и вообще как блоковать киллером софт смотрим серий как как тебе я подставлял справа слева крутил знаете очень похоже летит блок в отличие от наката там где была разница более очевидно здесь как бы я даже порой не обращал особо внимание чем подставляет действительно и не подставлять в целом было комфортно и действительно как бы нивелировалась давай разница в толщине губки подставлять надо чуть-чуть сверху открывая и нажимая и мяч туда ну практически ты знаешь этом то подкручивал то мягко делал мне было все равно я нажимал вперед и мяч попадал то есть вероятно именно разработки этой губки были таким образом что доктор думает как живут улучшить блоки контур игру против топсов и бесконечно на него вращали или на того кто тестировал он подставлял и потому что получается очень сильно что-то робот подарал да и может быть робот но блоки невероятные вот отсюда же и контур игра то есть те же блоки да но надо немножко речи надавить пробить вот но сейчас мы немножко покажем вам контур игру там слева справа ну тут нужна естественно особая техника но я постараюсь итак смотрим какой лучше потому что мне показалось у черная как-то по контроль не было наверное да себе черный черный было по контроль не чем тоньше губка ну конечно удобнее бить ну гораздо лучше контроль закрыл и сразу бьешь скорость высокая соответственно более короткая более тонкая техника вот но летит тоже довольно прилично быстро безусловно контр игра если говорит справа ключевой момент является резкий удар по диагонали или же перевод по прямой чтобы соперник сделал пассивный мяч и потом добить то есть вот эти элементы и поверьте эти шипы позволяет это делать очень ну давай довольно контрольно удобно бить по восходящему можно отойти сделать резкий удар и поэтому довольно действительно они являются таким ну бестселлером и одними самых таких популярных шипов в общей серии киллер вот начало по подрезке серия начала по подрезке давай посмотрим по моему какая ожидалась красная так пошустрее по подрезке летит летит серии может быть и пошустрее но допустим здесь ударная техника все-таки сцепу шипов не с такой сильный чтобы делать именно тут спины ну для этого лучше там гладкие накладки здесь надо подбивать мяч и попадаешь очень хорошо справа в разнице такой не заметил ну конечно выстрел так как толще больше но поверь мне и 1 и 5 начинать очень комфортно сразу пробиваешь вот конечно нужна техника чтобы начало было резкое быстро потому что на мягкое начало можно получить сразу контратаку ну а может быть специально мягко начать и заманить соперника в сеть блоков переводов и так далее слева же даже вот этой в такой толщине у меня чуть вылетала все-таки у меня больше такая техника и какие-то немножко подкручу и ударная дает определенные сбои так сходу знаешь начать плотно не всегда удается но комфортно серии можно начать в любую точку очень мяч чувствуешь лежит на накладке и ты знаешь вполне можно им киллерить вот такое выражение среди шиповиков переходим к выводам проанализируем все-таки в чем секрет этой накладки итак выводы да сергей выводы как пел сергей шнуров выводы выводы кандидаты но не будем продолжать аналогии и так киллер софта ты знаешь сергей вроде бы возникает вопрос почему и зачем два вопроса до два вопроса безусловно и первую вас зачем доктор изобрел вот и второй вопрос почему ну зачем действительно вот не хватало в этой серии мягкой накладки все-таки мягкая накладка больше эффектов легче начинать по подрезке бить очень много достоинства все-таки жестко это это блоки то контратаки а вот мягкая помимо блоков и контратаков еще улучшается и начало по подрезке где-то скидки вот эти вот короткая игра игра навстречу понимаешь 3 поэтому я думаю поступили предложения к доктору и именно он занялся этими исследованиями нашел эту губку и создал вот и я тоже к тебе вопрос мы прошли много элементов как как ты вообще оцениваешь в целом какой-то глобальной прямо супер противности такой какой была там атаксов ты же не получил слава богу это воскресным утром не хотелось бы получить порцию противности ну почувствовался конечно контроль то что очень контрольные эти накладки и действительно там есть эффект нельзя сказать что нет абсолютно эффекта никакого неприятного есть особенно конечно от 1 и 5 часто в сетку меня подал мяч конечно же накладка сама не играет вот надо ими управлять вот тут нужна определенная техника здесь есть не начало есть короткая игра и можно подавать подачи с разным вращением то есть весь спектр игровых возможностей игроков там у стола вот так что там вдали от стола вспомни там порой отбегают и этими киллерами подрезают так как и защитники вполне возможен вот но еще ты знаешь от меня сергей посетила идея то есть основное как бы вот здесь тоже написано чтобы мячик чуть дольше был на накладке наш мягко от мячик раз мягкой накладки больше остался и только потом как бы покидает эту накладку вот сам как бы проанализирует хочется ли тебе как бы прийти в гости к такой жесткой девчонки знаешь от нее хочется быстрее уйти значит это вот она все время там пилит истерит и хочется прийти от мягкой вот мягкой подольше остаться у мягкой такой доброй добродушной и вот возможно вот этот жизненный опыт доктора и привел к созданию новой накладки теория интересно что на этом все с вами были сергей барановский и максим черепнин в новых встреч а до ожидайте скоро обзор нового основания до ожидать обзор нового основания какой фирмы мы не скажем конечно же да да но при откроем завесу очень любопытно и возможно даже я буду им играть до о Субтитры подогнал «Симон»